Я рад приветствовать лаборантов на канале Дмако. Меня зовут Станислав и мы сегодня продолжаем охотиться на одного оставшегося монстра, которого мы еще даже в глаза свои не видели. Выгреб под названием Лоботомик Корпорейшн. Ну что, вы готовы к поиску? Это прям какая-то как Даша-путешественница, да? А где карта? А где монстр? Ладно, давайте посмотрим, что у нас есть, что мы имеем. Как видите, 25-й день сейчас и у нас практически все полные... ну как не практически, я конечно не заполнял. Возьмем, наверное, сейчас сюда одного человечка, так как у нас там категорически не хватает людей. У нас сюда пойдет первоуровневый герой. Здесь у нас все пятеро, здесь все пятеро, здесь четверо. Как видите, здесь уже начинают боковые комнаты заполняться. Придет сюда новый монстр, придет сюда. Как я уже сказал, разработчики пообещали, что все монстры, которые сейчас на данный момент имеются, будут на этой карте. То есть на карте, если мы играем в режиме выживания, вот это, да, в режим челленджа, то тогда обязательно мы всех монстров сможем, со всеми мы сможем повзаимодействовать и всех сможем увидеть. Так что сегодня мы по-любому найдем этого монстрюка и посмотрим на него. Что касается моих скиллов, пожалуйста, вот посмотрите на паузе, кому интересно. В принципе, все стандартно, ничего нового я не брал. Давайте начинать, давайте начинать, посмотрим, кто там, кто там, кто пришел. А кто пришел у нас такой? Кто у нас тут такой красивый? Вот и она, вот это прелесть. Вот и она, это прелесть. Но я так понимаю, что это она все-таки, потому что ножки такие, как у девушки, очень красивые и элегантные, плюс красивая шляпка и борода, конечно, на лице говорит о том, что она поклоняется, видать, какому-то божеству. Или хочет тоже выиграть Евровидение, как это было как-то один раз. Кстати, смотрите, W, 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 да? Мне вот сказали обратить внимание на последнюю букву. У человека, у одного из людей в комментариях было такое прекрасное предположение, что последняя буква говорит как раз об опасности, об опасности этого существа. То есть, какой риск атаки он может, ну, какой риск опасности он может представить? Риск левел. И у нас с вами, так, ну-ка жмакнись. Этот риск левел, это вот этот уровень. Ну, это, считайте, практически смертельный, можно сказать. Она будет атаковать, она будет приносить урон, она может убить, будет создавать массу неприятностей. Ну, не такая, как, конечно, Альфа, да, эти вообще какие-то отмороженные до ужаса. Вполне возможно, что она именно, можно ее отнести именно к этому ряду. Я проверил по другим монстрам, по своим видеозаписям. И действительно, очень подходит. Последняя буква именно обозначает конкретно риск левел этого монстра. Ну, мы проверим. Мы изучим, естественно, и проверим. Так, что с ней делать, с этой прелестью? Вы посмотрите. Я не знаю. Я видел ее картинку, я видел ее картинку давным-давно, когда разработчики только анонсировали ту возможность, что они будут добавлять монстров новых каждую неделю, февральские патч, тыры-пыры-растопыры. Вот, перед первым, даже январьским, по-моему, патчем был нарисован рисунок, и на нем как раз красовалась вот эта вот прелестница. Я так понимаю, что у нее место... Это не борода, конечно, это гроздь винограда. Это какая-то виноградная лоза, только в живом виде, я так понимаю, эта девушка. Так что, вполне возможно, кормить ее, наверное, будет не очень хорошее решение. Убирать, вполне возможно, тоже. Я даже не знаю, говорить... Говорить с ним, может быть, будет хорошо. Возможно, говорить. Ну, кормить, может быть, кстати. Может быть, кормить. Может быть, и кормить. Говорить, кормить, убирать, убирать не уверен. Вот, насчет уборки. Хотя она такая красивая, может быть, она захочет, чтобы ее у нее убирались, потому что она такая, знаете, ну, прям видно, что она такая дама статная. И при этом, возможно, она любит чистоту, и для нее это будет очень важно. Может быть, даже так. Так, типа таки, W, риск неизвестен. Ну, вот тоже, видите, ну, как бы, white, да? Ну, это вот, это вот похоже очень на, все-таки, на... Ну, мы когда изучим, потом поймем. Давайте так, что, наверное, начнем мы с того, чтобы убираться, наверное, у него в комнате. Или, давайте, лучше поговорить. Хотя у нее рот занят виноградом, может, она не захочет разговаривать. Ну, давайте поговорим. Все-таки она такая девушка, знаете. Давайте отправим кого-нибудь побольше уровня. Я переживаю, я бы отправил четвертого уровня поговорить. Давайте так и сделаем. Отправим поговорить четвертого уровня. Побить. Четвертого. Побить четвертого. Поговорить первого. Кстати, как я уже сказал, по-моему, в прошлой серии, да, что вот этот вот чувак у нас, составной Санта, он стал очень опасным. И по психике он бьет очень сильно. Ментальный урон он сносит, точнее, ментальную защиту он сносит моментально. Поэтому будет опасно к нему, конечно, пасывать первого уровня у них. Но посмотрим. Может быть, повезет нам и он не убьет нашего. Посмотрим. Посмотрим. Давайте расставимся. Так, кого мне тут? Я поставлю, наверное, тебя. Покормить. Кстати, маньяк не приходил еще пока. Если кому интересно. Зато у нас есть прекрасный аппарат. Кстати, я тогда в прошлый раз не прочитал. Последнее, последнее открывшееся знание об этом аппарате. Ну, тут написано, мол, аккуратней. Когда аппарат находится в плохом настроении, не надо ничего пить у него. Ну, то есть, брать что-то, брать напитки и пить их. Не надо. Не делайте этого. Вот так вот. Остальное мы все уже знаем. Но мы видели, что там происходит. Происходит там танец. Кумбая, молот. Кумбая. И нас увозят в море. Кстати, я видел прикольную картинку, где двое вот этих креветок над головой держат руки. Такие, ну, как бы в руках у них мешок с телом. Они так уволакивают куда-то кого-то. Ну, видимо, работников уволокли с собой. Забавно выглядит. Я, может, найду эту картинку и, может быть, скину ее ВКонтакте. Так, что просто вот тоже вместе со мной слегка улыбнулись. Так, давайте поиграем с этой вот ванночкой. У нас там дама прекрасная. Кстати, у нее характер не изменился. А то, вы знаете, меняется с уровнем. Нет, она у нас пацифист. Это нормально. Поговорим. Говорить может и первый уровень с ним. Хотя, наверное... Да, давайте лучше сделаем по-другому, да? Почистим. А поговорить у нас пойдет побольше. Ну, как-то, знаете, так более... Потому что аппарат, он вообще безвредный. Как мы уже помним. Много монстров становится. Пипец. Это очень долгое вот это вот прожмакивание каждого. И отслеживание каждого. Так, кто у нас тут? Ну, пойдет пускай это. Кстати, очень хорошая зона. Отлично здесь растут. Видимо, апнули где-то кого-то. Потому что через бабулю. Бабуля очень быстро наращивает теперь уровень для наших персонажей. Птица? Нет. Птица как и расслаб. Ну, как бы, как дает расти, так и дает. Ничего особенного. Так, и побить. Остальные все нет. Бабуля вот как-то чувствуется. Потому что я первого уровня у него чувака сюда привел. И у него уже четвертый уровень. А здесь был третьего уровня, чувак. А нет, второго уровня. Она птица. И тоже четвертого. Ну, наверное, может он тоже близок уже к повышению. Не важно. Это нам не сильно важно. Побьем. Нет, давайте вначале отправим разговаривать. Потому что это самое важное. Это вот это бестие. Туфли почистить тоже очень важно. Теперь пошли бить. 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 Ну, а тебе что осталось? Ну, там говорить нет. Да, наверное, поиграть, поиграть. Смотрим, всех ли мы распределили. Вроде как всех. Вроде как, да. Давайте наблюдать за этой прелестью. Что же она будет делать? Ну, мне нравится. Реально красивый очень монстр. Один, наверное, из самых красивых, которые есть в этой игре. Смотрите, какая прелесть, да. Такие лепестки. Сакура цветет. Смотрите, у него само по себе растет настроение. Воу, воу, воу. Смотрите, она как пожирает энергию. От того, что у нее настроение растет. И мне начинает казаться, что хорошее настроение это не лучший вариант наш. Она бьет по психическому, ну, нашему ментальному урону. Но я не вижу, чтобы мы сильно просаживались. Практически не... Вот прям вообще, вообще мы конкретно плохо действуем с ней. Работаем очень плохо. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Разговор, значит, ну, так себе. Давайте посмотрим, что у нас происходит. И вернемся опять к ней. Так, я, наверное, побью. Да, побью, поговорю. То есть... Ну, выдержал вроде Санта-Клауса там. Санта-Кляксус. Вперед. Продолжай чистить. Кормить надо. Так, тут все нормально, все нормально. Поговорим с бабулей. Все нормально, все нормально. Здесь аппарат с аппаратом взаимодействует. Тут взаимодействует. Так, давайте тогда подумаем, что же ей может вообще понравиться. Давайте поубираемся, может быть, в комнате. Давайте четвертый уровень пошлю опять. И посмотрим. Так, он идет. Заходит. Или это она? Он или она, не могу понять, кто это. Джамаль какой-то, да? Или как Камель? Джамаль. Наверное, выходец из Индии. Только звук, реально звук дерева, да? Вот звук дерева. Так, ну смотрите, мы можем изучить. А вы знаете, изучение обычно влазит именно тогда, когда хорошее... Ну, то есть мы угадали с действием. Давайте сразу уже будем чистить здесь. Я сейчас быстренько пробегусь. Потому что неохота, чтобы наши буянили. Тут вроде все нормально. Здесь все нормально. Здесь кормят. Здесь чистят с тобой. Надо тебе тоже, тоже надо почистить. Ну, давайте поиграем тогда. Пускай тут с ним играть. Там что-то у нас спросило тоже по психическому урону. Слеггонца. Дождемся. Кто у нас дама наша рабочая? Это сейчас какую зону смотрю? Тихо. Вот, да? Вот это ты. Да, это девушка. Вообще не нравится. Ну, смотрите, нет, она любит, ей нравится. Это хорошо. Ну, то, что нравится ей, это я понял, как бы. Да, мне, я имею в виду, что взаимодействие очень отвратительное. Смотрите, она вроде не выщелкнула, но мы почему-то вышли очень рано. А она не выщелкнула нас. Давайте я тогда изучать. А остальных сейчас мы быстренько распределим тоже действия. Четвертый уровень. Тоже сейчас проснется. Скажет, бейте меня. Так, уже четвертый. Отлично. Хороший рост идет. Мне вообще нравится очень. Второй уровень сюда. Здесь счастили. Здесь это. Здесь надо побить. Нашу яблоньку потрясти за грудочки-то, за ее нежные. Все вроде. Вроде как все. Пошло изучение. Интересно, как ее зовут. Что это за создание, что она из себя представляет. Но что-то мне подсказывает сердце, что если она сама растет по хорошему настроению. Реально, вы видели, да? У нее хорошее настроение подымалось. То я что-то переживаю. Вы знаете, может надо будет держать ее. Придется, может быть, держать ее на каком-то среднем настроении. Постоянно стараться держать. Ну, посмотрим. Ладно, посмотрим. Пока еще сложно загадывать. Ничего не понятно. Может, я ошибаюсь. Так, у нас бить пойдет. Так, все, она вышла. Посмотрим. Альрун. Альрун. Как же интересно это переводится. Альрун. Вот, смотрите. Да-да-да. Помните W у него было? Пожалуйста. Уровень риска. Риск-левел. Значит, верно. Действительно. Это соответствует... Последняя буква соответствует тому, что... У вас какой уровень опасности этот монстр может представлять. Что позволяет нам, в принципе, заранее уже оценить, приблизительно оценить опасность с этим, работать с этим монстром. Смотрите, еда для нее, ну, так по-среднему. Но я понял, что уборка, наверное, будет идеальная. Вообще, уборка будет заходить идеально. Давайте почитаем про нее вообще поподробнее, да, то, что здесь описано. По крайней мере, в первом очень много всего у нас будет открываться. Аж пять знаний о ней. Начнем с первого. Так, ребята, вы знаете, что-то опасненько. 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 Знаете, почему? Знаете, почему опасненько-то? Очень опасненько. Потому что здесь написана такая тема. Смотрите, кстати, что-то начинается. Что Мантиза, вот этот вот работник, который перед этим делал работу, а это не он, кстати. Мантиза кто-то другой. Кто у меня? Где Мантиза? Еще у меня есть Мантиза. Чего вы мне врете? Походу, ее общения. Давайте посмотрим. Короче, это Мантиза. У меня вообще таких нет. В этой лаборатории. Она не преодолела страх перед Аль-Рюне. Вот это Аль-Рюне. Я не знаю, как ее правильно называть. Я не знаю переводы. Гугл не переводит название это. Ну, видите, это какое-то просто имя. Может, какое-то божество или что-то в этом духе. Я понятия не имею. На востоке же много всяких божеств. Может, они кого-то реального взяли. Ну, который существует. Ну, если вообще к божеству можно привести понятие реальное. Вот. Все-таки это какое-то духовное создание, да? Прежде всего. Так вот. Он не имеет физической оболочки. Я просто к чему? Вот эти вот Аль-Рюне, она покрывает растениями. Да, со временем она. Вскоре она покроет всеми, ну, своими спорами, какими-то растениями работника. Такая вот эта вот мантиза, вот этого мантиза работника будет покрыта растениями. Я, конечно, под 10 раз повторяю, а то и то же. Просто я говорю и сам пытаюсь в этом разобраться. То есть, получается, при хорошем настроении, ну, то есть, не просто при хорошем. Просто то, что игрок, вот, точнее, наш работник, он выбежал, не преодолел. Если страх какой-то, видите, на него психологически будет давление, и он не выдержит и психологически, и из-за психологического давления выбежит, то он будет покрыт вот этими всякими растениями. Я не знаю, к чему это приведет. Вполне возможно, ни к чему хорошему. Так как это создание может убить, то это очень-очень плохо. Ну, ладно, давайте не будем дальше разводить эту тему. Посмотрим, что, в принципе, она может. Ей, ну, как бы, ну, давайте, давайте еще раз почистим. Почистим кем-нибудь, ну, давайте им, пятым уровнем. Пятым уровнем пускай пойдет почистит пятый. И здесь, 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 здесь у нас все. Тут, а, тут у нас уже был отправлен человечек. Все хорошо. Посмотрим, сейчас опять дальше распределим, кому куда. Зачем и почему. Можно кормить этим, да? Ну, отлично, давайте покормим. Все хорошо, все хорошо, все хорошо. Распределим. Может быть, даже ловолапчики получим. Ой-ой-ой, юшки. Как-то мы проглядели тебя прелесть, ты моя ненаглядная. Вперед, вперед. Кормить, поить и играть. Все. Фу, давайте смотреть, что-то с ней происходит. Она, походу, какие-то споры вот свои начинает разбрасывать. Смотрите, настроение растет. На расстоянии, настроение само по себе растет. И я начинаю подозревать, что это не самый лучший вариант вообще. Посмотрите, она полностью закрывает картинку. Ё-моё! Офигеть! Начинается жесть. Ё-моё. Точно у нее началась жесть. Да, у нее. Так, давайте. А-а-а, пускай с тобой кто-нибудь играет быстро. Тут все, тут все. С бабулей разговаривать. На интимные темы. Пускай бабка порадуется. Она перед, как говорится, в новом пути. Мы будем наблюдать, что еще будет происходить. Воу-воу-воу, посмотрите. А я, походу, влюблен, что ли? Нет, я с ней сражаюсь. Она куда-то делась. Ага, смотрите, где она. Что она будет делать? Она телепортируется, получается, из комнаты. В хорошем настроении. Заметьте, у нее очень хорошее настроение. Она телепортировалась. И что она делает? Она просто стоит. Она явно что-то делает. Ладно, непонятно пока. Ну, явно, нам это явно не нравится. То, что она делает. Так, у нас второго уровня. Апнулись два пятерочки. Пришло время вооружаться. Пришло время немножечко нам вооружиться. Оружием. Опасным. Так, я возьму это, возьму это. И мы, конечно же. Так, у нас еще сейчас здесь 150 будет? Да. К нам сейчас еще один гость заедет. А у нас четыре как раз. Нам одного будет не хватать. Это может быть Крикун. Это может быть еще кто остался. Это может быть Псих. Маньяк. Может быть Плаксивый ребенок. Может быть Медведь. Кстати, тоже может быть Медведь заехать. И кто-то еще. Кого-то еще мы не видели. Четное количество должно было быть. Ну да ладно, давайте подумаем, что нам на кого распределить. Предлагаю посмотреть. Оп, оп. Вот сразу же видно, кто будет у нас защитник. Невинных. Естественно, ставим пистолет. Надеюсь, все-таки он дамажит побольше. Давайте пистолет тоже поставим. И нормально. Хотя можно дубинку поставить. Она вроде как посильнее бьет. Так, дальше. Первая комната. Тоже надо какого-нибудь щитовика ляпнуть сюда. Раз, два. Ну пока, пока ладно. Пускай пока будет она. Вроде хп у него достаточно. Поставим одного стрелка. И вниз тоже в лабораторию. Потому что невинственное сюда будет. Но наверняка будет и здесь заполнено полностью. Всеми созданиями. Так, так, так. Так что нам придется, наверное, еще на один уровень брать, как минимум. Прокачивать и щит и паралитические пистолеты. Хотя пистолет тут я не уверен. Пока я не вижу его эффективности вообще. Готовы. Погнали. Пока непонятно, в чем эффективность этого пистолета. То есть он по-любому работает только на сотрудниках. На сотрудниках. Так, опять она. Вот я не знаю, что с ней делать тогда. То есть мы ее порадовали. Она вышла, начала творить херню. Нам надо ее расстраивать. То есть, получается, мы ее должны немножко радовать. Потом немножко расстраивать. Потом немножко радовать. Немножко расстраивать. Держать и стараться ее на среднем. Хотя вот смотрите. Если у нее среднее настроение, то она жрет энергию. Причем очень плотно. Если у нее хорошее настроение, она дает энергию. Если у нее плохое настроение, она дает энергию. Короче, очень хитрый герой, довольно-таки Это один, наверное, из любопытных Хотя не знаю, насколько он опасен Так, что мы делали? Мы чистили, да? Давайте еще раз почистим Чистим, чистим трубочиста С Мишкой пойдет обнимашиться Вот она, второго уровня Похлещем Тобой Похлещем тобой А вот, походу, поговорить-то нам пока и некого послать, да? Ну, Дедушка Мороз, потерпите чуть-чуть Мы скоро к вам придем Туфли Бьем, разговариваем Ну и, естественно, ванна Проверим еще раз Пацифист Здесь все, здесь все, здесь все Все Ждем Какая большая лаборатория стала Это ж вообще капец Это, прикиньте, здесь еще будет тоже два монстра То есть Медведь получается Здесь крикун Малыш крикун, да? Малыш крикун и еще кто-то должен быть Кто-то еще один Кто же этот один? А, и псих Все правильно Крикун и псих Все И это будет максимальное количество монстров В нашей игре Отправили сюда Там хорошее настроение Может, да и поколотить пойти, что ли? Ты что-то начнет устраивать мне тут бабуйню всякую Так, давайте поговорить, конечно же Отправим Чувствую, чувствую, сейчас начнет творить Что тебе не нравится? Когда тебя бьют Вперед ее быстро дубасить Ну, у нее сейчас начнется уже Все, пошло, пошло, пошло Давай, быстрей, быстрей Нет, не успели Черт подери Ну, ладно, мы ее и так отдубасим Давай, появляйся Где там она? Так, вперед защита И немножечко пообьем Отпустим всех Сейчас будем наблюдать за ней Хе-хе, кнопка хитрая Видите, превратилась Так, давайте С бабуля Сейчас я всех распределю, опять же, да? Чтобы мы никого не упустили А сами тем временем пойдем наблюдать Ой, не-не-не Не тебе Все, все, все А, покормить Тут сейчас не до этого будет Не дочистить, не добить Не усмотреть Давайте, ребятки Смотри-ка Она что-то делает Она цветы, что ли, наложила? Бейте ее Тихо-тихо-тихо-тихо Смотрите, действительно, цветы какие-то И такое чувство, что она вас Нафигеть, смотрите Псиди просадила Просто до черного состояния Дубасти, дубасти Все, смотрите, все Накрыла Мерментазом Тоже с цветами стоит Неужто мертва? Да Она убила Четвертого уровня Капец она Конченная Это получается Ее единственный способ Как можно вырубить Почему у меня А, не второго уровня Да, еще, блин, защита Ладно, черт подери Единственный способ Ее успокоить Это только Высокоментально Защищенными Игроками Потому что Иначе она будет Творить такую фигню Да, она больна, блин Это очень опасно Так Ее надо сразу Воклёстывать Большой толпой Как минимум Двумя группами Так, парень С тобой пойдет Разговаривать Так, давайте Поможем Да, приблизьте Тогда уж Ладно Давайте Монстрюка Этого Не, не того Ты не выбираешь Так будет проще Один подчинен Один убит Так С какой-то Зоной С самой Первой Двое Вперед Есть Вперед Че там с тобой Тебя чистить надо Ой, это уже Кормить придется Второй уровень Не пойдет ее Кормить Он не выживет Все Вроде как Смотрите, она лифт заняла И не дает нам Подняться Гасите 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 Не, ну мы в принципе Можем ее сломать Ой, как мало Ой, как мало Ой, как мало Давай, давай Добивайте Добивайте Пожалуйста Только Только живите Нет Нет Да убейте ее Пипец Она телепортировалась Она двоих у меня Просто она мне практически Весить Всех убила Она всех работников погасила Просто всех Че это такое? Почему у нее все в коконы Какие-то превращаются? Капец Офигеть Она просто мочканула Всех У меня никого Не осталось В этой зоне Хуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу из 4-5 единиц, желательно, может быть, даже 6 единиц боевых. Именно 4-5 уровень, естественно, да, с вточенным оружием, и накидаешься на нее. По-другому никак. Ну, мы еще попробуем, конечно, раскидать, хотя у меня тут вообще народу-то толком не осталось. Сегодня приходит сюда, ну, сюда идет псих, наверное, и, естественно, к нам туда придет еще крикун, кормить которого надо. С кормежкой там проблем не должно быть. Так, мне больше беспокоит этот зона, потому что, ну, сами понимаете. Нам надо как-то тут что-то придумывать. Так, там нужно бить дважды. Давай их заберем отсюда. Давайте, ладно, одного заберем. Бить, сюда бить. И отсюда одного заберем. Тоже на бить, наверное. Бить, говорить. 5-го уровня. Не-не-не, ее нельзя. Ее нельзя бить и говорить. Бить и говорить. Бить и говорить. Никого тут нет. Здесь просто бить. Бить. Говорить, бить. Бить, говорить. Медведь и она. Да, я вообще ее трогать не буду. Я вот что решил. Я вообще не буду ее трогать. У меня будет расти настроение. Мы будем его сбивать. Держать его на нейтральном уровне и все. Потому что, ну, я думаю, что и хорошее, что плохое настроение будет действовать одинаково. То есть она будет выходить и будет творить такую херню. Будет выходить и будет творить такую херню. То есть по-другому ты с ней никаким образом-то и не справишься. Надо нам в любом случае будет терпеть. Знаете, очень сложный монстр. Как я уже и говорил, я, как-то помню, говорил, да, по поводу того, что будет забавно, когда появится монстр, которого надо и нельзя держать и в хорошем, и в плохом настроении. Вот, пожалуйста, он появился. И не совсем-то это уж и весело. Я вам так скажу. Потому что реально как с ним бороться. Либо его постоянно кормить. Просто едой подкармливать, да, потому что держать его постоянно в нейтралке. Просто в нейтралке. Либо, когда он выходит, его надо сбивать, ему надо настроение. До плохого, потом опять до хорошего. И так постоянно играть с ним. Иначе он просто, ну, он уничтожает. Вы сами видите, что он творит с психикой. Это нереально. Надо просто большую-большую толпу народу. Ну, где-то там будет 6, от 6, наверное. От 5 даже, наверное. От 5 до 7-8 единиц, которые будут быстро проносить его, чтобы он не успел снести им ментальную защиту. Либо надо понижать менталку. Кстати, да, не понижать, а повышать ментальную защиту. За счет этого скила, который позволяет от страха нам повышать ментальную защиту от страха. То есть, вполне возможно, если бы мы повысили вот этот уровень, мы бы воздерживали урон. Ну, посмотрим. Не знаю. Но наверняка надо будет качать. Вот этот навык надо будет качать. Давайте, ладно. Хватит разговоров. Разговоров. У меня очков нет, чтобы делать себе индивидуального. Давайте начнем. Расставляемся. Все по стандарту. Тебя сюда. Самое главное. Самых основных. Тебя побить. Ну, людей уже не хватает, естественно. Но будем знать, зато теперь как-то не бороться. Ну, как будем знать? Так, чисто прикидывать будем. Знать-то и не знать, конечно. Так, кто тут? Псих пришел, да? Псих пришел. Так, псих. Псих у нас тоже недоизучен. Он как бы нам все свои данные-то раскрыл. Но нам еще на один уровень его надо изучать. Что там он любил-то у нас есть, он любит, говорят. Отправим ему пожрать. Отправим ему покушать пчелу. С бабулей поговорим. Естественно, народу у нас больше и нет. Ну, ладно, птица потерпит. Птица, птица вроде терпила. Терпильная птица у нас попалась. Так, второй уровень сюда. Обязательно в ванну. Хотя ванна-ванна тоже, ванна ни о чем вообще. Ванну можно игнорировать. Она все-таки... Вот смотрите, видите, поменялся у нее. Был пацифист, а теперь у нее характер. Принциплист. Но она, по-моему, не любит рационалистов и этих, да? Оптимистов. Так что принциплист нормально. Зайдем. Ванна, она вообще ничего. Вот надо, видимо, по самым страшным, по самым жутким вначале идти. Мужчина, да? Я бы она вообще трогать не буду. Но он только пожирает энергию и больше ничего не делает. Не вижу никакого профиту. Мы только трех отправили. У нас как минимум четверо, да, здесь в зоне. Давайте посмотрим. Да, у нас четверо. У нас остался один. Кормить. Играть. И взаимодействовать. Общаться и играть. Говорить. Ну, тут с кем можно-то? Общаться вроде не с кем. Может быть, сводить, покормить его? Но он третий уровень. Должен выдержать. Тем более при золотом-то. Рискнем, как говорится. Так, тут все, тут все. Чистить. Надо с кем-то взаимодействовать, поиграть. Девочка, девочка. Рационалист. Вот вам, пожалуйста. Нет, тогда уж спасибо. А ты что любишь помимо... Он еще может есть, может разговаривать, может... Давайте поговорим с ним. Покормим. Так, ладно. Давайте посмотрим, что у нас тут еще. Один остался. Тут один остался. Здесь тоже. И давайте распределять, естественно, здесь. Сейчас самое сложное будет решение, потому что... Естественно. Вот с этой... Эту даже трогать не будем. Просто не будем трогать. Блин, ну надо ее трогать-то. Как мы ее изучать-то будем? Если ее трогать не будем. Так, давайте и поговорить, да? Да, ты идешь разговаривать. Мы тебя кормить поведем. Кормить. Ну или давайте, может, тогда... Что там она чистить, да, любит? Играть. Говорить. А у меня всего три бойца, да, я так понимаю? Да, трое. Ну, тут первый уровень. Нет, так не покатит. Давайте с этого снимать. Играть. Бить. Чистить. Поднимем настроение. И сразу будем его ронять. Избиением. Этот здесь поизбивает. Пойдет бить робота. И так будем действовать. Ну, давайте попробуем. Я не уверен, что у нас что-то выйдет, потому что целого зала нет. Просто тупо зал вырезан. Посмотрим. Ну, в принципе, реально можно победить даже и таким количеством бойцов. Я думаю, что мы сможем каким-то образом справиться. Да, тварь. Убила у меня всех. Тихо. И сразу бить. Ты же у меня бил, да? Вперед сразу бить. Никакого хорошего настроения. Ага, у этого все нормально. Сюда. Первоуровневый не может? Ну, е-мое. Ну и хрен на тебя, медведь. Принциплист. Ну, можно, можно. Давайте поиграем. Тут все нормально. Почистим. Покормим. Покормим тебя. С тобой по взаимодействию. Поиграем. Здесь что у нас? Здесь у нас обязательно надо чистить. Чистить, чистить. Чистить больше некому, да? Нет, чистить есть кому. Ну, почистим. Чуханчика этого. Естественно, паука покормим. Потом будем уже взаимодействовать. Первый уровень. Ну, первый уровень не выдержит. Избиение. Ладно, давайте. Посмотрим. Посмотрим сейчас, как избиение пройдет. Нет! Нет! Нет, я тебе сказал! Тварь, а? Вот тварь. Так, быстро изучать. Короче, это плохой вариант. Это плохой вариант. Никто не атакует ее. Занимайтесь своими делами. Медведя там, пойди погладь. Поиграй с ним, я не знаю. Как все плохо. Психики просто нет. Тупо ее сразу сносит. Посмотрите. Четыре. Четвертый уровень у него сразу серая. То есть, ну, сносит просто моментально. Будем восстанавливаться. Там будем смотреть. Не будет никто с ней конфликтовать. Я могу изучить? Нет, мы можем только бить ее. Я понял. Изучить ее сейчас никто не может. Так, ну, что будем делать? Драться с ней бесполезно. Я не вижу смысла. Она просто уничтожит. Так, ну ладно, давайте. Давайте подеремся. Ладно. Бесполезно, знаю. Возьмем сейчас каких-нибудь посильнее. Из других отрядов. Попробуем пронести. Раз. Очень плохая психика, блин. Два, три. Погнали, ребята, погнали. Мне такое чувство, что она гасит по урону психологическому всех вообще. Вообще, вот просто тупо всех в самом полностью комплексе. Потому что, вы посмотрите, у меня почему-то ребята-то еще даже драться к ней не пришли. А у меня уже у них у всех психика чуть ли не на нуле. Мочите все. Так, одного вратила. Пина. Бей, пацаны. Ну, толпой мы и должны. Ну, а на второго уже. Ага, еще одного. Валю. Трех убило. Всех убило. Опять в этом отделе. Ой, лютая дама. Ой, лютая. Пипец. Это как с ней действовать? Это получается с ней только как. Тихо. Не успеем, да? Что-то я сразу-то не сообразил, что можно было. Она же вернулась. Не, не успеем. Ох, лютая. Вообще, капец. Она, короче, ее надо постоянно держать, походу, в... Ну, на середине. В ее настроении, чтобы у нее было где-то в семью. Ну, так себе настроение. Вообще, в зеленую зону переводить нельзя, в красную переводить нельзя, надо постоянно держать в желтой. То есть, это надо ее кормить, потому что кормление дает... Ничего не дает. Она просто тупо держит на одном месте. Вот нам, типа, надо держать на одном месте. Когда она... Когда настроение начинает переваливать, чуть-чуть буквально, ей надо давать, наверное, знаете, что-нибудь, что ей, ну, типа, нравится. Или очень, ну, слабенько не нравится. Или чуть-чуть нравится. Ну, давать вещи, которые и она любит, прям вообще, ей вообще нельзя. Это точно. Иначе она будет превращаться в такое вот создание, которое будет мочить. Ну, опять же, в следующий раз, я думаю, я попробую, знаете, что сделать? Я попробую прокачать защиту от страха. Да, вот эту вот защиту. И мы повоюем с этим созданием уже более вменяемо, по крайней мере, мне кажется, мы подготовлены. Потому что менталка у меня прокачана на максимум, и это не помогает. И надо, по-любому, наверное, брать вот это знание. Посмотрим. Посмотрим уже в новой серии. Надеюсь, вам понравилась эта серия, дорогие друзья. Она вышла у нас такая прям, ну, было на что посмотреть. Реально было на что посмотреть. Было как поиграть, вроде весело. Ну, очень болезненно. Вы прям, я теряюсь. Надеюсь, вам понравилось. Если это так, то не забывайте ставить лайки, комментировать это видео, делиться им с друзьями, а также добавляйте плейлисты и вступайте на шлипу ВКонтакте. А с вами был Станислав, я всех вас крепко обнимаю. Целую, люблю, увидимся в новых прохождениях. Всем пока.